Выходите, мальчишки! Мирный утренний митинг у штаба ВМС Украины продолжается недолго. С того момента, как в самооборонцев полетели тяжелые предметы, Рубикон был перейден. У нас огнетушитель, камни полетели, чем спровоцировали. Стоять! Стоять! Не бью! Стоять! Собравшиеся сорвали ворота и прорвались на территорию штаба, после чего украинский прапор на флагштоке сменился Андреевским и Российским флагами. Часть военных осталась на улице, некоторые забаррикадировались в зданиях. На принятие решения украинский командующий просит полчаса и в целях безопасности требует передать оружие официальному представителю, чтобы оно не попало в руки гражданских. В это время члены отряда самообороны пытались договориться с военнослужащими, которые остались в зданиях. К переговорам подключается командующий Черноморским флотом России, а также бывший начальник украинского генштаба Юрий Ильин. Я не буду комментировать ситуацию. После того, как высокопоставленные военные без каких-либо комментариев покидают здание, начинается настоящий штурм. Он проходит без вандализма и применения силы. Члены отряда самообороны создают украинским военнослужащим живой коридор, по которому они покидают кабинеты и территорию штаба. Штурм прошел без единого выстрела, даже несмотря на официальное разрешение киевских властей на применение оружия. Старенький БТР остался не у дел. После захвата штаба на него, как на завоеванную крепость, водрузили триколор. Этот БТР, как символ украинской государственности, он мощный и большой, однако рулевого, который мог бы привести его в действие, нет. На командном пункте оперативный дежурный докладывает украинскому командованию, что штаб захвачен. Связанность с Киевом все доклады проводим в Киеве. И что вы будете говорить? Я не уполномочен доводить до вас информацию, которую получаю от Киев. Служащие ВМС передали арсенал российским военным. Сейчас силы самообороны, во избежание мародерства, внутри остается спецсвязь и военные документы, взяли под охрану все здания штаба. Комната оружия блокирована. Применение оружия исключено полностью. И применение силы самообороны тоже мы стараемся максимально корректно действовать. Самого же командующего ВМС Украины Сергея Гайдука обнаружили в одном из помещений штаба. Перед силами самообороны он предстал без погон в спортивном костюме. Ранее сообщалось, что адмирал был временно задержан органами прокуратуры. Однако пресс-служба ведомства эту информацию опровергла. Александра Толкачева, Олег Ивашенко. Программа «Наше время».